Я Лебедкин Константин Львович, 1985 года рождения, уроженец Донецкой области, Украина, города Макеевки. Прописан в городе Макеевки. С 14-го года вступил в ряды ополчения. В то время батальон «Восток» выполнял разные непонятные поручения и задания высшего командования. Я оттуда ушел спустя несколько месяцев после инцидента с одним из командующих нашего батальона, позывной Ставрополь. Когда он пьяный приехал на плац, на Патриоте, открыл багажник, а с него вывалились деньги. С деньгами он сказал, кому война, а кому на что-то жить надо и так далее и тому подобное. Это была бессвязная речь пьяная. Почему? Потому что после этого все на него стали смотреть отвязно. Там ноги ушли просто так. Большая часть поняла, что война идет не ту, которую нам объясняли, навязывали, а идет за деньги. Также могу добавить, что на тот момент в батальоне было около 20-30% состава бригады и батальона. В 2016 году вновь вступил в ряды ополчения, в 11-й полк. С января 22-го года началась напряженная обстановка на линии фронта, так как меньше стали давать увольнительные, отзывать людей из отпусков, а то и вообще отказывать в отпусках. Прибыл наш ротный Крым и привез форму ВСУ, в которую разрешил нам переодеваться и ходить. Единственное, что снимать знаки различия и повязывать белые повязки на левую руку и правую ногу. Мы так и ходили до последнего времени, так как она очень качественная и теплая. Пока Крым вместе с Егором не пошли в разведку по улице Знаменской. Когда они пошли в разведку, они там обнаружили дом с бойницами, в них кинули гранату. Они стали стрелять, но говорили, что боялись попасть из-за того, что якобы увидели то ли укропа, то ли не укропа, который был в форме ВСУ. Отвязь тем, что 70% нашей роты находятся в форме укропов, нам запретили ее носить под страхом расстрела или простреленных ног. Также знаю, что потери нашей роты очень велики, так как сам лично наблюдал, как одним выстрелом из миномета в палатке около бомбоубежища были убиты четверо наших сослуживцев. Кощей, Самара, Мишаня. Еще одного не знаю, так как он вновь устроил убавшийся. Два раненых, тяжелых. Один снова жестко, а один еще не полностью трудоустроенный. Один выстрел, 6 человек минусом. За все это время потери наши очень большие, до такой степени большие, что страшно смотреть.